То, о чем говорил пастор сейчас, давайте мы, когда будем читать, мы будем вникать, что мы видим в этих местах Писания. Один пастор говорит, что если вы слышите с этой кафедры все, что... Разницы нету, кто проповедует, но если это не в Библии, то не верьте. Я буду читать несколько мест, потому открывайте Библию и вместе размышляйте. Первое это послание Галатам, третья глава. Мы будем читать по-русски, по-английски, или вы можете английский высвечивать? Yes, no. Английский шрифт можете вы высвечивать или нет? Okay. С первого стиха по шестой. From verse one. О, несмысленные Галаты, кто прельстил вас, не покоряться истинам. О, you foolish Galatians, who has bewitched you? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Съе только хочу знать от вас, через дела или закона вы получили духа или через наставление в вере. This one thing I want to find out from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing with faith? Are you so foolish, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Столько многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain? Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? So then, does he who provides you with the Spirit and works miracles among you, does he do it by the works of the law or by the hearing with faith? Так Авраам поверил Богу и это вменилось ему в праведность. And so Abraham believed God and it was reckoned to him as righteousness. Хочу обратить наше внимание на третий стих. I'd like to turn our attention to verse 3. Апостол Павел говорит, вы как бы, ну, неразумные или несмысленные. Paul says, it's like you're foolish or stupid. Вы начали духовно. You started by the Spirit. И вы перешли на плоть. And now you're in the flesh. And so I want to draw your attention to the fact that here it's not talking about sin. Скажем, примерно такое же самое послание или апостол Павел говорит, церковь в Коринфянам, что вы плотские. Like the example in Corinthians, Paul writes to them and he says that they're fleshly. And he says why, he talks about there's strife, there's jealousy, there's all this immorality. Здесь, если вы будете читать первую, вторую, третью, четвертую главы, там вообще ни о каком грехе речь не идет. But here, if you're reading Galatians 1, 2, and 3, there's no mention of sin. Давайте возьмем пятую главу и первый стих в пятой главе. Let's take chapter 5 and verse 1 in chapter 5. Апостол Павел говорит, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игру рабства. Paul writes, it was for freedom that Christ set us free. Therefore keep standing firm and do not be subject again to the yoke of slavery. Одним словом, еще как бы жестче, то есть вы попадаете в рабство. And it's like another kind of, it's even more rough, like you're in slavery. Но не говорится, что рабство там на какого-то греха определенного. But it's not talking about slavery in sin or some other thing. В чем была проблема у Галатам? What was the problem with the Galatians? Или куда они попали? Or what trap were they in? Апостол Павел говорит, что вы начали духовно, вы начавши духом. Paul says, he says, you started by the Spirit. Вы получили откровение от Бога. Как будто сам Иисус перед вами был распят. You received a revelation from the Holy Spirit. It's like Jesus was crucified right before you. That's how real it was. Апостол Павел пришел в Галаты. Апостол Павел пришел в Галаты. И он проповедуемый Иисусе Христе. И он проповедуемый Иисусе Христе. И он проповедуемый Иисусе Христе. О грехе. О спасении. Они получили это откровение. Они приняли Иисуса Христа. Они получили свободу от всех грехов. Они получили свободу от всех грехов. Апостол Павел проповедовал крещение Духом Святым. Они были наполнены Духом Святым. Они просто радовались, возрастали в Боге. Они просто радовались, возрастали в Боге. И апостол Павел основал эту церковь и пошел дальше. И апостол Павел, он leaves this church, и он moves on. И вот пришли некоторые люди, иудеи. И они говорят, ну это еще не все, вам нужно обрезываться. И они говорят, да, но это не все. Вы все равно должны быть скромчены. Вам нужно исполнять закон. Вы все равно должны соблюдать субботу. Вы должны соблюдать субботу. Какие-то праздники. И апостол Павел в пятой главе, он говорит, Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Отпали от благодати. То есть, они не начали делать грех. Они начали какой-то грех делать. Они перешли и пытались теперь исполнить закон своими усилиями. И апостол Павел говорит, из-за этого вы остались без Христа, вы отпали от благодати. И а пятый стих, он говорит, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Что такое закон? Закон — это правило. Ла — это правило. В этом счете это закон Божий. Как ты должен жить. Как ты должен поступать. Как ты должен действовать. И так далее. И когда человек переходит исполнять закон. И кажется, в чем проблема или в чем плохо правило. В чем ставить для себя, вот я должен вот это делать, я должен сегодня не грешить, я должен сегодня пять глав обязательно почитать, я должен сегодня столько помолиться, я должен в церковь пойти. Why is it so bad to say these, okay, I gotta pray an hour today, I gotta read five chapters, I gotta go to church on Sunday, I gotta do this, I gotta do that. What's bad in this? И апостол Павел говорит в седьмой главе Римлянам. Апостол Павел says in Romans chapter 7. В двенадцатом стихе. Verse 12. Он говорит, что закон свят. He says that the law is holy. Заповедь свята. The commandment is holy. И праведна. И добра. И добра. И в четырнадцатом стихе он говорит, что закон он духовен. And verse 14 says that the law is spiritual. И Богом данный. And it's given by God. То есть он говорит, что проблема не в законе. Or he says the problem isn't in the law. Проблема не в правилах. The problem isn't in the rules. Но он говорит, что проблема в том, четвертый стих, седьмая глава Римлянам, он говорит, что я, плотян, продан греху. The problem is he writes in chapter 7, verse 4. He says, I am in the flesh sold to sin. И давайте вернемся в третью главу Галатам. Let's go back to Galatians chapter 3. С девятнадцатого стиха. Verse 19. Апостол Павел говорит, для чего же закон? He says, why is the law then? Он дан после по причине преступлений до времени пришествия семени. It was added because of transgression, having been ordained through the angels by the agency of a mediator until the seed would come to whom the promise had been made. Которым относится обетование и преподан через ангела в рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Now a mediator is not for one party only, whereas God is only one. Итак, закон противен обетованиям Божьим. Is then the law contrary to the promises of God? Нет. May it never be. Ибо если бы дан был закон, могущий живо творить, то действительно праведность была бы от закона. For if a law had been given which was able to give life, then righteousness would indeed have been based on law. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. But Scripture has shut up everyone under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. А до пришествия веры мы заключены были под стражу и закона до того времени, как надлежало открыться вере. But before faith came, we were kept in custody under the law, being shut up to the faith which was later to be revealed. Итак, закон был дан для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Therefore the law has become our tutor to lead us to Christ, so that we may be justified by faith. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. But now that faith has come, we are no longer under a tutor. Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа и Иисуса. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Божий закон был дан для того, чтобы мы увидели Божью святость. God's law was given for us to see God's holiness. Насколько Он был святой. How holy He was. Закон не был дан, чтобы мы Его исполнили. The law was never given for us to fulfill it. Потому что законом оправдаться или исполнить никто не может. Because no one can ever be justified or fulfill the law. Ну, закон, который, когда мы сталкиваемся с законом и смотрим на себя, на то, что я грешен. But when we come into contact with the law and we see that I am sinful. И как раз здесь написано, что закон был детоводителем. Закон привел меня ко Христу. And here it's written that the law was a tutor and the law brought me to Christ. И когда я пришел ко Христу. And when I came to Christ. Я уже не руководил законом. I am no longer under a tutor. И вот здесь получается у галатам получилась проблема. And so the Galatians had a problem. Они умерли для греха. They died to sin. Для закона. To the law. Они получили обновление духа. They received renewal from the Spirit. Они были возрожденные. They were born again. And they were growing and following God. Но пришли люди, которые их смутили. But people came that kind of muddled the waters. Нет, вы должны еще исполнять закон. No, 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 you still got to fulfill the law. И когда они перешли как бы исполнять закон. And when they stepped into this realm of trying to fulfill the law. Они отпали от благодати. They fell from grace. То есть благодать уже не могла действовать. Grace could no longer be effective. Еще одно место я хочу просчитать. There was one more scripture that I'd like to read. Седьмая глава Римлянам с первого стиха. Romans, chapter 7, starting from verse 1. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Or do you not know, brethren, for I am speaking to those who know the law, that the law has jurisdiction over a person as long as he lives? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. For the married woman is bound by law to her husband while he is alive. But if her husband dies, she is released from the law concerning the husband. Поэтому если при живом мужа выйдет за другого, называется прелюбодейцую. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцую, вышедшей за другого мужа. So then, if while her husband is living, she is joined to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from the law, so that she is not an adulteress, though she is joined to another man. Therefore, my brethren, you also were made to die to the law through the body of Christ, so that you might be joined to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God. For while we were in the flesh, the sinful passions, which were aroused by the law, were at work in the members of our body to bear fruit for death. But now we have been released from the law, having died from the law, to that by which we were bound, so that we serve in newness of the Spirit and not in oldness of the letter. И в первых три стиха апостол Павел приводит такой пример. The first three verses апостол Павел brings this example. Он говорит, представь, что замужная женщина, она замуж за мужчину. He says, imagine this woman, she's married to her husband. Как бы прообраз закона. This is kind of an image of the law. У него такие требования. He has these expectations. Приходишь домой, первое, второе, третье. You come home, one, two, and three have to be fulfilled. Все должно быть попылесосено. Everything has to be vacuumed. Все должно быть убрано. Everything has to be clean. Одежа на каждый день, такая рубашка, такие штаны. Every single day you wear this outfit, and this day you wear this outfit. И так далее и тому подобное. And so on and so forth. Или если взять, например, с другой стороны, если это женщина. Or we take from the other example, this woman. Там не садись, потому что там попылесосено. Don't sit down there because it's vacuumed here. Знаете, некоторые люди, даже если карпет, он попылесосен, там линии, то ты не можешь туда даже ходить. You know, some people, it's like, if there's those lines from the vacuum there, you can't even set foot there. Это не делай, то не делай. Don't do this, don't do that. Ты должен так делать. You have to do it like this. Ты должен так делать. You have to do it like this. И вот апостол Павел на этом примере говорит, что если этот мужчина или женщина умирает, она может свободно выйти за другого. And so Apostle Paul says in this example, if the husband of this woman dies, she can freely go and marry another man. И вот прообраз благодати или прообраз Иисуса Христа. And so the image of grace or of Christ Jesus. Он говорит, я люблю тебя. He says, I love you. Я помогу тебе. I'll help you. Мы вместе поутюжим. We'll do this together. We'll iron it together. Я люблю тебя. I love you. Ты не должна это делать, потому что это из-за долгого какого-то. You don't have to do this because you have to pay off some debt. Как наш пастор сегодня говорил, полюбить Бога. As our pastor was saying today to love God. И апостол Павел говорит, мы умерли телом Иисуса Христа, чтобы принадлежить, умерли для закона, чтобы принадлежить Иисусу Христу. And so Apostle Paul says that we died to the law so that we could be alive to Christ. Чтобы мы не служили Богу по букве, по правилам. So we're not serving God by the letter, by the rules. The new year started. Okay, this year I'm going to do this. I'm going to do that. I'm going to forget about this. Do you know how many people get gym memberships at the beginning of the year? Через где-то два месяца они перестают туда ходить. And about two months, average day stopped going. Господи, обещаю, буду вот это делать, вот это вот это буду делать. I promise I'm going to do this, I'm going to do that. And every time you mess up. Потому что ты пытаешься жить под законом. You're trying to live under a law. И апостол Павел говорит, мы умерли, мы теперь принадлежим Иисусу Христу. И он говорит, опять возвращаемся в третью главу, он говорит, Дух, который вы получили, Дух Святой, благодать, через какие дела вы это получили? Going back to chapter 3 of Galatians, he says, The spirit that you've received, what kind of, what did you have to do to get him? Через какие усилия, что вы должны были сделать, какое правило вы должны были, ну, исполнить, чтобы Бог вам дал Дух Святой? What effort did you have to show? What kind of things did you have to do to earn the Holy Spirit? Пятый стих говорит, подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит или по вере? Verse 5, So then, does he who provides you with the Spirit and works miracles among you, do it by the works of the law or by hearing with faith? Sometimes it's surprising why kids receive the Holy Spirit faster than adults. Потому что мы взрослые, как бы, ну, надо что-то сделать, надо как-то удостоиться, надо как-то, ну, вымолить. А дети просто говорят, просто верят, потому что Иисус Христос сказал, что вам это принадлежит. But children, they just believe that Jesus said that this is for you. Потому что мы не живем под законом. И поэтому мы не живем под законом. Мы живем под благодатью. Мы живем под благодатью. И мы можем каждый день приходить к Богу и бесплатно получать благодать. Не делать какие-то обещания. Вот кого-нибудь такое было, вот Бог так тебя благословил, такое Божье присутствие. Did anyone have this kind of a deal where you just, God just blessed you and overwhelmed you with His presence? И ты еще с молитвы не закончил, ты стоишь и уже Богу обещания делаешь. And you haven't got up from prayer yet and you're already making promises to God. Все, я вот это нарисовал, все, вот это буду делать, все, это не буду делать. Буду поститься тогда и так далее. Вот для меня, как я понимаю, вот это послание. Мы переходим на закон. Мы переходим на закон. И как один пастор говорил, Часто верующие в тот же самый день, они переходят от благодати на закон по несколько раз в день. So, Christians, for the most part, they go from grace into law and back into grace several times a day. Я получил благодать, а теперь еще должны свои какие-то правила и усилия. I received grace, and now I have to just kind of add a little bit of my own effort and works to it. Мы не говорим, что правило или закон плохо. We're not saying that rules or the law is bad. Мы говорим, что у нас есть греховная натура. We say we have a sinful nature. Которая никогда не исполнит закон. That's never going to be able to fulfill the law. Потому что Бог возродил наш дух. И мы служим Богу не по букве, но по духу. И мы служим Богу не по букве, но по духу. И потому каждый день. И поэтому каждый день. Мы можем приходить к Богу. Мы можем приходить к Богу. И получать благодать. И получать чудо. И получать чудо. И получать чудо. Бесплатно. Freely. Вот смотрите, шестой стих там написано. Let's look at verse 6, it's written. Авраам поверил Богу. And so Abraham believed God. И это вменилось ему в праведность. And it was reckoned to him as a righteousness. Что сделал Авраам? What did Abraham do? Поверил Богу. He believed God. И Бог говорит, я вменяю тебя. And God says, this becomes your righteousness. А мы часто говорим, я вот сделаю, я что-то должен. Вот столько отмолиться. But sometimes we say, oh, I have to do something. I have to pray this amount. Мартин Лютер на коленях, по ступеньках, не знаю, сколько он лез. Мартин Лютер, he climbed with stone stairs, with bare knees, I don't know how much. To humble himself. Как бы угодить Богу. To appease God. Столько отмолиться. To pray this amount. Сколько отчитать там какие-то еще молитвы или стихи из Библии. А, Господь, я не хочу, чтобы ты был в рабстве. Я освободил тебя. Ты свободен в Иисусе Христе. Ты можешь прийти сегодня. Такой, как ты есть. Получить прощение грехов. Ты сегодня можешь прийти и получить Дух Святой. Ты сегодня можешь получить столько благодати, сколько тебе нужно. Ты можешь получить столько благодати, сколько тебе нужно. Не потому, что ты удостоился. Не потому, что ты удостоился. Мы иногда на протяжении дня, если мы не сделаем, не скажем лишнего слова. Иногда, throughout a day, if we don't say an extra word, мы чувствуем себя более достойным перед Богом. You know, we kind of feel a little bit more worthy before God. И размышляя над этим, And we're just thinking about this. Есть христиане, которые они пробуют как бы своими силами победить что-то. There's Christians that try to overcome in their own power. Исполнить закон. To fulfill the law. И рано или поздно они приходят, понимают, что оно не работает. Мало того, они говорят, что христианство, оно не работает. And unfortunately, not even more, they come and they say that Christianity doesn't work. И больше того, они говорят, Бог не слышит, его нету. And above that, they say, God, God doesn't exist, He doesn't hear us. Или же они своими силами пытаются, ну, как бы, заработать святость, и оно порождает такую, знаете, духовную гордость. Or in their own strength, they try to attain holiness, and achieving some certain degree, they become proud of it. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились. I'd like us to pray right now. И еще раз просто перед нашей молитвой я хочу прочитать этот пятый стих. And again, before we pray, I'd like to read verse 5. So then, does He who provides you with the Spirit, and works miracles among you, do it by the works of the law, or by hearing with faith. Давайте сегодня, сейчас, right now, today, come to God, to the throne of grace, и будем просить то, в чем ты сегодня нуждаешься. And we'll ask for whatever it is that you might need. В благодати. For grace. В большее наполнение Духом Святым. Какое-то чудо в своей жизни. И Бог говорит, ты получишь по вере. And God says you'll receive it through faith. Давайте мы встанем. Смолит. Rise.